Днем, который ассоциируется с весной, днем, который ассоциируется с женской красотой. И с вами, наши прекрасные половинки. На протяжении истории женщина оставалась не только хранительницей очага, но и вдохновляла мужчин на все их подвиги и свершения. Сила женского обаяния направляла художественную и мировую культуру. Для многих великих деятелей прошлого, признанных гениев, женщина была цветной музыкой, из которой не было бы знаменитых произведений искусства, важных научных открытий и самых блестящих военных побед. Именно женщины, все великие поэты посвящают свои самые прекрасные строки. Мы видим, как неизмеримо выросла роль женщин. В современном мире меняется почти все. Нам таким же неизмерным, искренним, сердечным остается наше уважение к вам. Сегодня вы принимаете самое активное участие в решении важнейших государственных задач развития экономики, социальной сферы региона, бережно храните духовные ценности и нравственные идеалы нашего народа. При вашем непосредственном участии много сделано и делается под таким важнейшим направлением, как воспитание подрастающего поколения, подготовка кадров, укрепление семьи и семейных ценностей, поддержка материнства и детства, нравственного патриотического воспитания молодежи. Все это крайне необходимо и востребовано в современном обществе. Заслуживает искренняя благодарность и самая высокая ценность. Поэтому для каждого из нас 8 марта это еще один повод сделать вам что-то приятное, подарить цветы. Но как каждый год женщины говорят, что если вы будете дарить цвет только 8 марта, то не заслужите вы нашего к вам женского отношения. Поэтому я думаю, сегодняшнее поздравление, наверное, для каждого мужчины, как и каждый год, это наказ дарить своим женщинам радость, цветы вне зависимости от праздника. И я действительно абсолютно убежден, что наша женщина это достойно. Вы заслуживаете внимания, вы заслуживаете любви, вы заслуживаете стихов в свой адрес. И, конечно, не могу не адресовать свои самые теплые, особые слова поздравлений нашим уважаемым женщинам-ветеранам, представителям старших поколений. Вся ваша жизнь это подвиг во имя своей малой, большой Родины. Спасибо вам за все это и низкий поклон, уважаемые наши ветераны. Дорогие женщины, вы, как никто, служите самого доброго и внимательного отношения к себе. И лучшим в проявлении мысли и уважения к вам должна стать наша работа на благо процветания Орловщины, благополучия всех ее жителей, решение стратегических задач, убережения нации, поддержки материнства и детства, поставленных в число главных приоритетов президентов нашей страны Владимира Негода. В канулу Мучедородного праздника позвольте мне еще раз от себя лично, от имени правительства и от имени всех мужчин, кто сегодня присутствует или не присутствует в этом зале, пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, радости, мира и добра. Яркого, праздничного настроения. С праздником вас! Об итогах исполнения государственной программы Орловской области устойчивого развития сельских территорий Орловской области за 2018 и задачах на 2019 год. И второй вопрос о результатах исполнения государственной программы Орловской области содействия занятости населения в Орловской области в 2018 году и перспективах на 2019 год. Уважаемые коллеги, переходя к первому вопросу, нужно отметить, что в своем послании перед Федеральным Собранием президент России Владимир Путин обозначил ключевым фактором развития сельского хозяйства, повышение именно качества жизни тружеников села. И такая же цель была поставлена в майском указе. На ее достижения направлены федеральные и региональные программы устойчивого развития сельских территорий. В Орловской области для реализации этой программы в 2018 году было выделено 1 миллиард 255 миллионов рублей. Рекордная сумма была направлена на развитие сети автомобильных дорог в сельской местности. Благодаря этим средствам нам удалось построить 17 автодорог в 11 районах области протяженностью более 71,5 километра. Кроме того, в рамках программы было введено более 2000 квадратных метров жилья, построены спортивные сооружения, новые газы и водопроводы. Федеральный Кушерский пункт в Свердловском районе мы его совсем недавно открывали. Действительно, это самый современный фаб, который соответствует самым высоким стандартам. 115 квадратных метров оборудования и самое главное наличие специалистов, которые готовы работать в этом федеральный Кушерском пункте. Значительные успехи благодаря мероприятиям программы, достигнутой Ливенским районом, сегодня мы, Юрий Николаевич, послушаем. Программа будет продолжаться и в текущем году. Прежде всего, речь идет о строительстве нового жилья, дорог, сетей, вода и газоснабжения, спортивных объектов. Обращаю внимание присутствующих руководителей районов, что выделяемые средства должны максимально эффективно использоваться, а целевые индикаторы выполняться. Для этого уже на этапе подготовки необходимо уделять первостепенное внимание разработке проектной документации, своевременному проведению конкурсных процедур. Мы с вами традиционно являемся лидерами в агропромышленном комплексе страны, поэтому повышение качества жизни сельских тружеников имеет огромное приоритетное значение. И нам и впредь нужно исходить с того, что при реализации программы устойчивого развития сельских территорий нужно соотносить и желания жителей, и их потребности, результаты голосования, которые мы вместе с вами проводили, и максимально эффективное использование средств. В агропромышленном комплексе, как все мы знаем, реализуется ряд инвестиционных проектов с объемом инвестиций более 30 миллиардов рублей, что позволит создать в ближайшие годы не менее 2000 новых рабочих мест. Мы являемся активным участником реализации мероприятий, направленных на развитие сельских территорий. На реализацию госпрограммы устойчивого развития сельских территорий в 2018 году Департаментом сельского хозяйства было освоено средства, перечислено средства муниципальных бюджетов в объеме, как сказал Андрей Евгеньевич, 1 миллиард 255,5 миллиона рублей. В том числе из федерального бюджета 714,9 миллиона рублей, из областного бюджета 526 миллиона рублей, бюджет муниципальных районов 6,7 миллиона и внебюджетные источники 7,9 миллиона рублей. В рамках программы реализованы следующие мероприятия. По улучшению жилищных условий граждан направлены средства в размере 24,3 миллиона рублей. На эти средства построено и приобретено 2005 квадратных метров жилья в сельской местности. 18 семей получили социальные выплаты, в том числе 14 молодых семей и молодых специалистов. По развитию газификации освоено 10,6 миллиона рублей, что позволило построить 6 газопроводов протяженностью 18,9 километра, что превышает доведенный Орловской области показатель федеральным центром. Эти объекты построены в Ливенском, Колпнянском, Орловском, Свердловском, Тростянском районах. По развитию водоснабжения освоено 29,8 миллиона рублей, построено на эти средства 4 водопровода протяженностью 17,5 километра. Это Крамской район, Ливенский, Орловский. На развитие сети плоскостных спортивных сооружений направлено 11,3 миллиона рублей, построены три спортплощадки площадью 4768 квадратных метров. Это Колпнянский район, Тростнянский, Краснозоринский. По грантовой поддержке местных инициатив обустроен парк в селе Орлово Ливенского района стоимостью 2 миллиона рублей. Кроме того, в рамках программы реализованы мероприятия, где ГРБС выступал Департамент строительства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Это первое, как сказал Андрей Евгеньевич, открыли недавно фельдшерско-акушерский пункт села Никольское Свердловского района стоимостью 8,3 миллиона рублей. И развитие сети автомобильных дорог освоено в текущем году 1,169,2 миллиона рублей. На эти средства построено 17 дорог в 11 муниципальных образованиях Орловской области протяженностью 71,2 километра. Это Болховский, Глазуновский, Колпнянский, Корсаковский, Крамской, Мценский, Орловский, Свердловский, Тростянский, Хатенецкий и Шаблокинские районы. На текущий год на реализацию госпрограммы Орловской области устойчивого развития сельских территорий выделено 555 миллионов рублей. В том числе федеральный бюджет 228 миллионов рублей, областной бюджет 315 миллионов рублей, бюджеты муниципальных районов 4,3 миллиона рублей, внебюджетные источники 7,1 миллиона рублей. Между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и правительством Орловской области заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета Орловской области на реализацию следующих мероприятий. Это первое. Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов на сумму средств в размере 24,2 миллиона рублей, что позволит обеспечить жильем молодых специалистов и общий объем в составе 942 квадратных метра. Развитие газификации 12,45 миллиона рублей, это будет построено 16,2 километра газопроводов. Развитие водоснабжения 14,7 миллиона рублей, что позволит построить 3,1 километра водопроводов. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений 2,5 миллиона рублей, 823 квадратных метра и грантовая поддержка местных инициатив граждан 4,8 миллиона рублей, 3 проекта. Кроме того, в рамках программы будет реализовано мероприятие по развитию сети автомобильных дорог в сельской местности, где ГРБС будет выступать департамент строительства и топливно-экстического комплекса. Это 496,2 миллиона рублей, 15,3 километра сельских автомобильных дорог. Хочу сказать, что наиболее активное участие у нас принимают в рамках данной программы в 2018 году принимали Колпнянский, Ливинский, Орловский, Свердловский, Тростнянский, Знаменский, Покровский, Крамской, Краснозоринский район. В 2019 году будут принимать участие Знаменский, Колпнянский, Мценский, Орловский, Свердловский, Тростнянский, Залевочинский, Ливинский, Сосковский, Урицкий, Хатанецкий. Необходимо отметить, что в последние годы все районы, поняв значимость программы, самое активное участие принимают. И с учетом того, что Андрей Евгеньевич сказал, что были встречи и с Алексеем Васильевичем Гордеевым, и в настоящее время на федеральном уровне рассматривается программа очередная, более широкая развитие сельских территорий. И в случае ее принятия средства на решение социальных вопросов на селе будут увеличены в разы. Поэтому призываю всех глав районов активно участвовать в подготовке проектной смертной документации, потому что когда будет проектная смертная документация, нам легче будет попасть в ту или иную программу. Программа. Хочу сказать, что в текущем году были реализованы программы и не завершенные в 2017 году. И здесь необходимо отметить хорошее взаимодействие между всеми департаментами, реализующими данную программу. Это департамент строительства, департамент здравоохранения, управления физической культурой. И надеюсь, что совместными усилиями мы с программой 2019 года решим в полном объеме и все средства будут освоены. Выполняя одну из задач программы, в Ленинском районе улучшили жилищные условия 6 семей, построено 4 жилых дома и 2 дома приобретенного. Площадь построенного и приобретенного жилета составила 610 квадратных метров. Общий объем финансивный составит 6 млн 955 тыс. рублей. Из них 2 млн 529 тыс. рублей федерального бюджета, 1 млн 752 тыс. рублей областного бюджета, 336 тыс. рублей районного бюджета. 2 млн 338 тыс. рублей собственных средств участников программы. В 2019 году планируется улучшить жилищные условия двух семей. Объем финансивный данного мероприятия на 2019 год составит 2 млн 83 тыс. рублей. Из них 1 млн 880 тыс. рублей федерального бюджета, 99 тыс. рублей областного бюджета, 104 тыс. районного бюджета. Реализация данного мероприятия позволит повысить уровень обеспечивающейся населением живем с развитой инженерной инфраструктурой. Основной целью развития газоснабжения сельско-населенных пунктов является повышение уровня снабжения природным газом. В рамках мероприятия по развитию газоснабжения в сельском месте в 2018 году в Ливенском районе были построены 5,5 км газораспределительных седей для второй очереди строительства поселка с малоэтажной застройкой поселок Ямской, что позволило обеспечить сетевым газом 170 участков. В данном поселке также предусмотрено 35 участков для многодетных семей. Объем затраченных на эти цели средств составил 3,653,000 рублей. Из них 3,297,000 рублей федерального бюджета, 173,000 рублей областного бюджета, 183,000 рублей районного бюджета. Мы на 2019 год в рамках участия в национальных проектах дополнительно получим в регион более 3 миллиардов рублей. И когда мы говорим о достаточно больших показателях, здесь есть вопросы по каждому району. Юрий Николаевич совершенно обоснованно ставит вопрос по увеличению объемов финансирования по линии дорожного фонда, по многим другим направлениям. Но каждая копейка, которая поступает в районы, она должна максимально эффективно расходоваться. И вопрос на сегодняшний день уже стоит достаточно остро, по разным программам, активного содействия и помощи в муниципальных районах, как по заключению соглашений, так и по проведению конкурсных процедур, но самое главное контроль уже по итогам этой деятельности. Я прошу держать на личном контроле глав муниципальных районов каждый вид деятельности. Будут то дороги, газ, вода, строительство, все что угодно. Потому что будут потом посмотреть по эффективности, это вопрос не моей ответственности, вопрос отношений жителей и то, как мы будем реализовывать. Если эффективная реализация есть, будет и отношения жителей совершенно другое, и запрос на работу. Поэтому надеюсь, мы с вами вместе этот год так же эффективно, как по 17-й отработаем. Сбоев никаких не должно быть. Здесь сразу обращаю внимание, у нас немножко по другой программе, сегодня с утра мы разбирали на планерке, по жилью для детей-сирот. Коллеги, не надо идти простым путем. Вторичку предлагают. Давайте искать, у нас Шабукинский, Хатанецкий район нашли застройщиков, другие говорят, будем покупать на вторичке. Если есть хорошая вторичка, это один разговор, но я, если честно, сильно сомневаюсь. Поэтому давайте сегодня приложим усилия, постараемся, для того, чтобы людям, у нас почти 300 миллионов рублей выделяется на эти цели, постараемся найти инвесторов, строителей, кто поучаствует в конкурсных процедурах и построит комфортное жилье для детей, которые заслуживают нормального комфортного жилья. Тогда не будет проблем с брошенными старыми квартирами, когда дети их получают и уезжают. Сегодня есть у нас целый ряд предложений в разных районах, области, небольших строительных компаний, которые готовы устроить. Взаимодействовать между собой надо, вот я еще раз повторяю, Боховский, Шаблыкинский, Хатанецкий район этот вопрос для себя решают. Но есть ряд районов, где по 11 квартир необходимо приобрести. Самое простое, перенести акцент на вторичку. Повторюсь, давайте мы, вот если работу выполнять, так бы выполнять ее качественно и на долгие годы. Департаменту сельского хозяйства Орловской области в срок до 1 апреля обеспечит своевременное заключение соглашений с муниципальными образованиями Орловской области. Рекомендовать администрации Залегощинского района, администрации Малархангельского района, Мценского района, Орловского района, Тростнянского района, в срок до 15 марта обеспечить размещение заказа по объектам капитального строительства. Рекомендовать администрации Ливенского района принять меры по недопущению снижения количества граждан, относящихся к категории молодых семей, молодых специалистов, проживающих в сельской местности, имеющих право на улучшение жильческих условий по отношению к 2018 году. Еще один приоритетный для органов власти вопрос, который касается повышения качества жизни людей, это состояние рынка труда. По итогам прошлого года в сфере содействия и занятости населения регионам выполнен достаточно большой объем работы. Открыто 1270 новых рабочих мест, большая часть из которых на обрабатывающих производствах. На 300 человек сократилась численность зарегистрированных безработных, более чем на 1000 увеличилось число вакансий. Благодаря принимаемым мерам сохраняется достаточно стабильная ситуация на рынке труда. И снизился важный коэффициент, как коэффициент напряженности на рынке труда. Более половины орловцев, которые обратились в органы службы занятости в поиске подходящей работы, ее нашли. Тем не менее, вопросы о трудоустройстве остаются по-прежнему непростыми. Сохраняется дисбаланс спроса и предложений рабочей силы. Невысокие заработные платы, низкая конкурентоспособность безработных граждан остаются важными проблемами. Кроме того, на крупных и средних предприятиях региона продолжаются сокращения. Только за прошлый год было сокращено тысячу работников. Это касается, в первую очередь, таких городов, как Мценск, где возросло число безработных на 7,5% к уровню 2017 года. Уровень фиксированной безработицы более чем в полтора раза превысил средний по области. Такие заводы, как КАМАШ, мясоперерабатывающий комбинат, Мценский литейный завод функционировали в определенный момент в режиме неполного рабочего времени. Как вы знаете, на форуме «Деловой России» руководитель Мценского литейного завода обратился к главе государства. Причина одна. Заказчик в лице российских железных дорог принял решение о существенных изменениях в заключенный не так давно контракт. И благодаря поддержке президента, благодаря тому, что мы прежде провели встречу с руководством РЖД, проинформировали в том числе и полпредства, сейчас решен вопрос о возобновлении производственного процесса на Мценском литейном заводе. И это важно не только для самого предприятия, но и для области в целом. Потому что долгосрочные контракты, которые сегодня заключаются государственными корпорациями, компаниями, дают возможность модернизации производства и обеспечивают сохранение рабочих мест. У нас есть предприятия, которые действительно имеют тесную связь с теми контрактами, которые заключены. Я думаю, что работу по снятию напряжения и созданию стабильности входит в полномочия и в задачу перед нашим департаментом промышленности. И в данном случае обращение к президенту – это крайняя мера. Наша задача на сегодняшний день – формировать современную систему как обеспечения работы и предприятий, так и создание эффективной системы занятости населения, которая должна в полной мере отвечать потребностям регионального рынка труда, не только существующим, но и перспективным, в том числе и по лицам как молодым, так и лицам предпенсионного возраста. Мы на минувшей неделе четыре дня посвятили тому, что вместе с нашими гостями были три представителя ключевых министерств – это замминистры экономического развития, промышленности и сельского хозяйства, а также представители Сайта Федерации, общественные палаты – обсуждали вопрос создания условий по обеспечению дополнительной занятости через образование. Проф. образование среднеспециальное. Мне кажется, нашли определенные ключевые направления, по которым нужно работать и в дальнейшем реализовать этот проект, потому что сегодня мы видим у нас большое количество специалистов с высшим образованием, которые, не имея возможности обеспечить занятость достойную в регионе, уезжают в другие регионы, при этом есть нехватка специалистов со средним профессиональным образованием, причем профильным среднепрофессиональным образованием. Сейчас, я думаю, что в ближайшее время мы реализуем задачу по созданию проектного офиса для того, чтобы в этом направлении активно пройтись и реализовать. Уровень задницы населения составил 54,2%, уровень общей безработицы составил 5,2% и вырос по сравнению с третьим кварталом 2018 года на 0,4% пункта, а по сравнению с 2017 годом снизился на 1,3% пункта. В 2018 году в экономике введено 2270 рабочих мест, на крупных и средних предприятиях Орловской области были увольны и сокращены 1030 работников. В 2018 году в органы службы занятости Орловской области в поиски подходящей работы обратилось 12,6 тысяч человек, 13,3 тысяч в аналогичном периоде. Из числа обратившихся трудоустроено 6,5 тысяч человек, уровень трудоустроительства составил 51,5%. В 2018 году статус безработного имели 11 тысяч человек, 12,3 тысяч в 2018 году. Из них 7,5 тысяч человек получили статус в январе-декабре 2018 года, 7,8 тысяч в аналогичном периоде 2017 года. По состоянию на 1 января 2019 года численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения Орловской области, то есть по федеральному закону, в соответствии с которым мы регистрируем безработных, составила 3,3. На 1 января 2018 года 3,6 тысяч человек. Уровень фиксированной безработицы на рынке труда Орловской области на 1 января 2019 года составил 0,9% экономически активного населения. Число вакансий, заявленных работодателем в органы службы занятости населения Орловской области, составило на 1 января 2019 года 5,6 тысяч человек, 4,4 на 1 января 2018 года. Коэффициент напряженности на рынке труда составил 0,6 единиц на 1 января 2009. Наибольшим спросом на рынок труда области использовались врачи, медицинские сестры, фельдшеры, инженеры, слесари, водители автомобиля, трактористы, продавцы и менеджеры, а также подсобные рабочие уборщики. Проблемы, как уже неоднократно говорилось, это наши хронические проблемы, территориальное несоответствие спроса и предложения рабочей силы, дисбаланс по количественному и качественному составу, рабочей силы, низкие зарплатные характеристики, предлагаемых рабочих мест, а также низкая конкуренция отдельных категорий работников. Это инвалиды, женщины по отходу за ребенком, граждане, ищущие работу впервые, пенсионеры, желающие работать, ну и ряд других категорий. За 12 месяцев 2018 года к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию приступило 1050 безработных граждан по 43 профессиям. Образовательные услуги безработным гражданам заказывались в 18 образовательных организациях области, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования. В отчетный период прошли обучение 613 женщин, 277 граждан в возрасте от 16 до 29 лет, граждане, относящиеся к категории инвалидов 14, впервые ищущих работу, ранее не работающие 97, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва 270, жители сельской местности 321. За 12 месяцев 2018 года органами службы занятости направлены на профобучение и получение до образования 14 безработных граждан, относящихся к категории инвалид. В 2018 году было запланировано профессиональное образование 125 женщин в возрасте в отпуске по уходу за ребенком. За 12 месяцев к профессиональному изучению приступили 128 женщин. Обучение проводилось на базе 8 образовательных организаций области. На профессиональное обучение и получение до профессионального образования направлено 33 гражданина пенсионного возраста. Профессиональное обучение проводилось на базе 7 организаций по 9 профессиям – оператор котельной, лихтер, оператор ЭВМ, охранник, бухгалтер, химик, эксперт и другим. С высотой 60% завершивших обучение граждан предпенсионного возраста и пенсионного возраста преимущественно трудоустроены на частных охранных предприятиях в Орле и других регионах. На реализацию приведенных выше мероприятий было израсходно 15 миллионов 788 тысяч рублей из областных средств и на обеспечение социальной поддержки 159 и 948 тысяч рублей средств федерального бюджета. В составе госпрограммы Орловской области содействия занятости федерализуется подпрограмма улучшения условий охраны труда в Орловской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 208,1 миллиона рублей, в том числе и средств областного бюджета 2,2 миллиона рублей. На реализацию подпрограммы было израсходно 33,3 миллиона рублей, в том числе в 300, это 118 процентов запланировано на год, в том числе 300 тысяч из областного бюджета. В текущем году на реализацию мероприятий программы запланировано 28,8 процента. По поручениям рекомендовать главу муниципальных районов и городских округов области в целях поддержания уровня занятости населения, социальной поддержки граждан, ищущих работу активно участвовать в организации финансирования временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное учебное время. Организовать работу по взаимодействию с работодателями в отношении лиц предпенсионного и пенсионного возраста в рамках деятельности рабочих групп и муниципальных образований по снижению неформальной занятости. Второе. Управление труда и занятости Орловской области продолжит реализацию мероприятий государственной программы в целях сдерживания уровня регистрируемых безработиц на региональном рынке труда в социально допустимых пределах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова